МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События, люди и явления, которые определяют наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Спортивная гордость Оренбуржья. Габил Мамедов продолжает завоевывать новые вершины. На Кубке России по боксу ему вновь не было равных. Где и как закаляются настоящие чемпионы? Расскажем через пару минут. Ну а сначала обзор наиболее заметных событий. Список убитых дорог похудеет. В этом году ремонтировать прежде всего начнут те магистрали, которые занимают топовые позиции в народном антирейтинге. Напомним, Оренбургу удалось войти в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». В 2018-м на его реализацию потратят 759 миллионов 833 тысячи рублей. Этой суммы хватит и на содержание, и на глобальный ремонт дорожного полотна, и на строительство новых магистралей. В этом году строятся три новых дороги. Это продолжаем, завершаем работы по строительству проезда Северного. Новая улица братьев Хусаинова-Саморедова, которая поясывает новый 16-й микрорайон, который входит в северо-восточный жилой массив, который на сегодняшний день является новой современной перспективной застройкой, которая дает развитие города Оренбургу. Конкурсы уже проведены, подрядчики определены, контракты подписаны. Надо сказать, в этом году за строительство и ремонт оренбургских дорог будут отвечать исключительно оренбургские предприятия. Глобальная реконструкция пройдет на 14 самых проблемных участках. Их адреса вы сейчас видите на экране. Все они лидировали в народном антирейтинге, который составлял общероссийский народный фронт. Еще один немаловажный момент. В этом году при ремонте дорог будет применяться инновационный строительный материал. Щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он на треть выносливее материалов, которые в областном центре использовались ранее. Выдерживает температуру до плюс 60 и имеет гарантию 5 лет. Как это будет? Сегодня в городской администрации озвучили сценарий празднования Дня Победы. Он получился весьма насыщенным. Всего для оренбургцев приготовили около сотни акций, шествий, концертов и встреч. Некоторые из них уже начались. С 23 апреля, например, волонтеры раздают жителям города георгиевские ленты. Их заготовили больше 15 тысяч. 3 мая в 16.00 ветеранов и их родственников ждут в сквере имени Гуськова. Встреча близких по духу традиционно пройдет без памятника детям войны. 7 числа в 11 утра на Советской зазвучит вальс. Больше тысячи студентов и школьников закружат в самом сердце города в честь тех, кто подарил нам Победу. В этот же день, праздничный вечер, ветеранам подарят руководство города. 8 мая начнется с возложения цветов к Вечному огню. Но самое интересное и трогательное, безусловно, будет происходить 9 мая. Начнем с самой приятной новости. В этом году у Парада Победы станет гораздо больше зрителей. Многочисленные просьбы оренбургцев не остались незамеченными. На площади Ленина появится дополнительная площадка, которую уместит больше 2,5 тысяч человек. В 11.00 9 мая состоится также традиционная акция в парке «Салют Победы». Это фронтовая каша, где наши ветераны смогут на свежем воздухе вспомнить вкус той самой боевой фронтовой каши и непосредственно пообщаться друг с другом. С 13.00 будет работать отдельная большая выставочная площадка военной техники, которая делается оренбургским гарнизоном. Соответственно, техника будет традиционно выставлена на улице Орской от проспекта Победы до улицы Одесской. В 18.00 по проспекте Победы город Оренбург будет принимать участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Он в этом году пойдет от улицы Немовской до улицы маршала Жукова. К этому торжественному дню преобразится и сам город. Жители Оренбурга ожидают множество тематических сюрпризов. Но, пожалуй, самым ярким станет портрет нашего земляка Александра Разимцева, который создадут на одной из многоэтажек по улице Бреская. Арт-объект появится у нас с легкой руки новосибирской художницы. Оренбургская надежда сделала второй шаг к бронзовым медалям российской премьер-лиги. Во втором матче серии за третье место «Желто-Бордовые» в сверхупорном поединке переиграли на своей домашней арене «Красноярский Енисей». На площадке СК «Оренбуржьи» по-прежнему было много борьбы с переменными шансами на успех. «Желто-Бордовые» выглядели чуть убедительнее, сумев отыграться и выйти вперед. Окончательно дожать «Енисей» удалось лишь в заключительном игровом отрезке. Надежда добавила к своему преимуществу еще 10 баллов и праздновала тяжелейшую победу – 78-65. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу команды Александра Ковалева. В субботу, 28 апреля, соперники проведут в Красноярске третий матч серии за бронзовые медали женской баскетбольной премьер-лиги. Габил Мамедов завоевал титул чемпиона на Кубке России по боксу. Он провел три боя и все три завершились безоговорочной победой нашего спортсмена. Между тем, в его копилке целая россыпь наград. В свои 24 он мастер спорта международного класса, чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы. О его восхождении к спортивному олимпу – Карина Тумасова. В копилке достижений Габила Мамедова десятки наград самых престижных соревнований России и Европы. А ведь он, хоть и профессионал, но находится в начале своей спортивной карьеры, что дает нам основания надеяться, что поводов для гордости за достижения нашего земляка у Оренбужья будет еще немало. Показывать отличные результаты Габил начал еще в юношеские годы. В 15 лет он занял второе место на всероссийских соревнованиях. Тогда же, в 2009-м, боксер занял второе место на спартакиаде по Волжье. Два года спустя Мамедов взял золото на первенстве России среди юниоров. В этом же году спортсмен впервые показал себя на международных соревнованиях. На первенстве Европы в Дублине он занял второе место. Вообще, начиная с 2011-го, у Габила Мамедова не проходило и года без серьезных побед. Так, в 2012-м на всероссийском первенстве он вновь оказался в тройке лучших и привез в соревнования серебро. В 2013-м и 2014-м годах Мамедов вновь удачно выступал на всероссийском первенстве и занимал призовые места. Также он успел отлично выступить на чемпионатах России и ПФО. С соревнований боксер привозил золото и бронзу. 2017-й год для спортсмена был отмечен победами на международной арене. На Кубке Странжа в городе София в непростом поединке Мамедов завоевал серебро. На чемпионате Европы в Харькове боксер также занял почетное второе место. Но между тем наш герой уверяет, это далеко не предел, а самое начало. Ведь в планах Габила Мамедова покорить Олимпийские игры в 2020 году. Но мало кто знает, какой он кумир поколения. Грозный и непримиримый соперник на ринге в быту, в общении со своим кругом. Один день из жизни чемпиона в специальном репортаже Ольги и Дмитрия Григорьевых. Габила Мамедова! Габила Мамедова мы встретили на улице во время спортивного уикенда. Так он называет короткий промежуток времени, когда можно делать все, что душа потребует. Сегодня он поспал больше обычного, немного нарушил спортивную диету и свободное время посвятил съемочной группе. Но через пару дней вновь нужно браться за тренировки. Сколько у тебя тренировок в неделю? Ну обычно дома 6-5-6 раз в неделю. Когда предсорновательные такие идут недели, то мы с тренером тренируемся 2 раза в день получается и 5 раз в неделю. Пока же небольшой перерыв. Можно заняться досугом. Правда и он у чемпиона тоже спортивный. И чтобы я свою жизнь не делал, это по-любому как-то связано со спортом. То есть если я не тренируюсь, то помимо этого я играю в футбол. Люблю поплавать, бегать люблю. Даже если я играю в какие-то приставки игровые, то это тоже как-то со спортом связано. Будет там UFC или футбол. На бокс Габила привела маму в 9 лет. Тогда мальчишка весил всего килограммов 30, вспоминает тренер Дмитрий Скопинцев. Шустрый парень быстро завоевал доверие. Он всегда отличался активностью, ловкостью, добротой и отзывчивостью. Ну вот знаете, все думают, что боксеры, они такие, ну, какие-то, может быть, агрессивные в жизни, да. Но вот если сказать о Габиле, это очень мягкий такой, воспитанный человек, да. С ним приятно поговорить не только о боксе, а на разные, ну, на посторонние темы, на отвлекающие. Ну, это спокойный, молодой, рассудительный человек. Вот было время, то есть, когда я был таким же маленьким, как вот стоят пацаны. И также мне Сергеевич, это мой тренер, да, то есть он так же стоял, показывал мне все это, объяснял. То есть, да, было по несколько раз, то есть я немножко трудный был. То есть он показывал по несколько раз, объяснял. И, в принципе, в будущем из них выросли такие же, допустим, боксеры, как я. Габил признался, что физически он уже давно не устает, становится только крепче. Но вот душа иногда требует покоя, поэтому небольшие каникулы после соревнований обязательно за 3-4 дня успеваешь отдохнуть от бешеной нагрузки именно морально. Тем не менее, жизни без спорта он не представляет. После очередной победы нужно еще успеть встретиться с друзьями. Вместе с чемпионом мы выдвигаемся к ним. И первое, что мы видим в машине... Алкоголь для боксера табу, признается, последний раз выпил бокал вина на Новый год. Сам не пьет и другим не советует. Голова всегда должна быть ясной. У нашего героя это дело принципа. Ведь он главный и единственный мужчина в семье. Вся моя жизнь получилась так построена, что мы рано потеряли отца. И так получилось, что я рано стал главным в семье. И с тех времен для меня главная жизнь это моя мама, сестра. И все для них, все ради них. Габил по образованию технолог, а сейчас учится в университете на менеджера. Наш герой немного в шутку признается, спорт это тоже творчество. Руками я плотит, крашу, лица людей. Ну, по сути, тоже творчество. Кстати, кулаки в обычной жизни он не использует. На улице Габил никогда не дрался, а в спорных ситуациях удавалось всегда договориться. К своим 24 годам он добился немалого, но звездой себя не считает. Такого нету. Просто, может, некоторые люди думают, что это тяжело, что это сложно. Ты там, ну, капец, какой огромный труд. Нет, почему? Если ты поставил себе какую-то цель определенную, ты просто потихонечку не идешь, тренируешься. Это странно может показать, что это очень тяжело. Если там заниматься 3-4 года, так же выйдешь на ринг. Я не ощущаю себя звездой. Конечно, перед соревнованиями приходится жестко ограничивать себя во всем, признаются боксеры. Это очень влияет на самочувствие и характер. Близкие и друзья к таким периодам привыкли. Понимают, чемпионы надо поддержать, а не обижаться. Кстати, сердце спортсмена пока свободно, но завидный оренбургский холостяк вторую половину пока не ищет. Говорит, любовь может помешать карьере. Есть друзья, мне с ними интересно, мне с ними хорошо. Зачем что-то усложнять? Я понял, что совместить вот этот бокс и такой образ жизни, спортивный я имею в виду, и личные отношения, ну, как бы не получится. Или я хороший боксер, или я хорош в отношениях. То есть одно из двух. Спорт – это жизнь Габила Мамедова. Небольшой отдых и вновь за серьезную работу над телом и духом. О будущем молодой спортсмен рассуждает философски. Планов много, но главная задача – стать участником и победителем Олимпиады в Токио в 2020 году. Кто знает, может быть, мы живем в одном городе с будущим олимпийским чемпионом. Ольга Григорьева и Дмитрий Григорьев. Наше время. А на сегодня все. Напомню, выпуски программы «Наше время» доступны на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон – 370083. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин